Приветствую всех в JobSchool, с вами Достан, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем такой интересный топик, как спорт в английском языке. Так как к нам встречается эта тема почти что каждый день, очень часто, и мы можем также задавать вопросы по этому топику. Давайте же начнем наш урок. Первое. To hit someone below the belt. Нанести удар ниже пояса, то есть сделать что-то нечестное. Фраза берет свое начало из бокса, где удар ниже пояса считается нарушением правил. Пример. Tell me off in front of my friends was a hit below the belt. Отчитывать меня в присутствии моих друзей было ударом ниже пояса. Второе. To hit the bull's eye. Попасть в цель, попасть в яблочко. Если вы вспомните мишень для стрелков, то сам ее центр называют bull's eye. Центр мишени называется так, скорее всего, потому что он такого же размера, как глаз быка. Your idea hit the bull's eye. It's exactly what I've been talking about. Твоя идея попала в самое яблочко. Это то, о чем я говорю. Третье. Level playing field. Равные условия. Дословно, поле равных возможностей для всех. Фраза, очевидно, связана с тем, что поле для игры должно быть одинаковое, без склоннов и выбоин, чтобы ни у кого не было преимущества в игре. Это были неравные условия, когда они пригласили профессиональных футболистов играть против новичков. Четвертое. No holds barred. Нет запрещенных приемов. Фраза из рестлинга. Борьбы без правил. Когда политики спорят, не существует запрещенных приемов. Пятое. Out of one's league. Not in the same league. Не в моей лиге. Что-то значительно уступает в качестве или по уровню. Фраза пришла из бейсбола, игра которой разделена на лиги. Little league. The minors. The majors. I can't talk to her. I'm out of her league. Я не могу разговаривать с ней. Я совсем не подхожу ей. Она слишком хороша для меня. Шестое. Odds are against someone. Шансы против человека. Или the odds are in someone's favor. Шансы в чью-то пользу. Удача на стороне человека. Когда слышу это выражение, то вспоминается фраза из фильма «Голодные игры». May the odds be ever in your favor. И пусть удача всегда будет с вами. Седьмое. Sink or swim. Можно перевести как либо пан, либо пропал. Это была ситуация либо пан, либо пропал. Не нужно было действовать быстро. Восьмое. Saved by the bell. Спасен в последнюю минуту. Фраза из бокса, когда удар по гонгу возвещает о начале, если проигрывающий боксер доживает в конце боя. К счастью, девочка смогла убежать от той злой собаки, потому что собаку отлёг какой-то шум. Девочка спаслась в последний момент. Девятое. To punch above one's weight. Бороться не в своей весовой категории, а в более высокой. Как вы понимаете, данная фраза может быть использована не только в спорте, но и в других ситуациях. Our small country always punches above its weight at the international level. Наша маленькая страна всегда борется в более высокой весовой категории на международном уровне. Десятое. To throw in the towel. Сдаваться, поднимать белый флаг, признавать себя побеждённым. Происхождение этой фразы тоже не вызывает сомнений. Если один из соперников в боксе выбрасывает полотенце на ринг, то он признаёт своё поражение. I would never throw in the towel, no matter how difficult this situation could be. I никогда не сдамся, несмотря на то, какой трудной ситуация может быть. А на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, оставляйте в комментариях, каким спортом вы увлекаетесь. Что-то интересное, что-то новое. Я обязательно напишу в комментариях также, что-то интересное. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok